Детская больница в Киеве не случайность. Пора это признать и перестать бояться. Попадание в детскую больницу в Киеве вызвало к жизни разговоры о гуманизме. Эти разговоры ведутся в пользу врага. Тот, кто сегодня жалеет вражеских детей, не жалеет своих. Гуманизм в том, чтобы закончить войну, а закончить войну можно только победой. Я пишу эти, потому что беспощадный закон войны очень прост, таких врагов нельзя считать людьми. Надо отдать себе отчет, просто и страшно, на той стороне нет людей. Ни одного человека. Наши ракеты не убивают людей. Ни одного человека. Там не люди, если мы не примем это как данность, если мы не запретим себе считать их людьми, жалеть их, беречь их, мы ослабим себя. Мы ограничим свои возможности спасать своих детей. Мы затрудним себе путь к победе. В Киеве после нашей ракетной атаки, пострадало здание крупнейшей в городе, и даже на всей Украине детской больницы, Ахмаддет. Что по этому поводу говорят про русскую армию, Россию и всех русских на западе, понятно и неинтересно. По нашу сторону фронта говорят, как всегда в таких случаях, что атакуют только военные объекты, и попадание в больницу, да еще детскую, может быть следствием только хорошей работы украинской ПВО. Слава дивизионам, патриот, и натовским военным советникам, они отлично подготовили украинские расчеты. Надежно защитили Киев. Дальнейшее тоже не загадка. Проишедшее еще долго будет предметом обсуждения военных экспертов, журналистов, профессиональных и досужих наблюдателей. И конечно, политиков, вражеская пропаганда, в очередной раз назовет нас, орками, и расскажет, что Россию непременно надо победить, ведь она бомбит детей. Наша собственная пропаганда, будет повторять, что мы с детьми не воюем, и раньше не воевали, Запад лжет, как лгал и про Бучу, и про депортацию детей в Россию. Честно говоря, наша пропаганда будет оправдываться, как будто бы у Запада в самом деле есть какое-то право нас судить. Ваш покорный слуга не в первый раз повторяет, не я один так говорю, и думаю единственный способ справиться с террором состоит в истреблении террористов, и внушении ужаса тому социуму, который террористов порождает. Если цель СВО, обеспечить безопасность России, деноцифицировать и демилитаризировать Украину, то путь к этой цели таков, уцелевшие нацисты, и вся их родня должны в панике бежать на Запад. За польскую границу. Из-под обстрелов. Из руин своих городов и домов. Теряя на ходу желто-синие флаги и тапочки. Гуманность. Единственный достойный вариант гуманности, описал основатель Царьграда Константин Малафеев, кто-то еще говорит о необходимости переговоров с террористами. Никаких переговоров с ними не может быть. Ни о чем разговаривать. И никакой защиты от террора не может быть, кроме единственного решения, нанести удар самым мощным имеющимся у нас оружием по вражеским городам. Из гуманности можно, наверное, за 48 часов предложить начать эвакуацию в сторону Польши. Так что просто и страшно, но не надо оправдываться за попадание в детскую больницу. Надо сказать, хотите, чтобы это прекратилось? Сдавайтесь, капитулируйте, на планете идет не одна война. И США поставляют оружие не только Украине. Еще они поставляют его Израилю, и не устают повторять, что война в Палестине ведется против «Оси зла», то есть против России, Ирана, Китая, КНДР и их союзников. Так вот, в ходе этой войны в секторе Газа, по данным детского фонда ООН, к апрелю 2024 года, было убито 13 тысяч детей. А всего в Газе у этому моменту было убито 34 тысячи человек, две трети – женщины и дети. Кроме того, там, в Газе, были уничтожены десятки больниц и школ. Знаете, что говорят на это израильские политики, они говорят, что будут продолжать в том же духе. И многие из них добавляют, нету в Газе никаких мирных жителей. А детей там воспитывают в ненависти к Израилю, и каждый из них – готовый террорист. Так вот, я хотел бы задать еще один вопрос. Может быть, нам уже стоит согласиться с тем, что по ту сторону Днепра нет мирного населения. И превратить все их города в одну Газу, с простой и ясной целью спасти от смерти своих детей. Андрей Перло. Политический обозреватель, родился в 1973 году в Самаре. По первому образованию историк-медиевист, специалист по средневековой латинской философии, известный специалист в области политических технологий и пиар, с 2003 года развивал собственный бизнес в этом направлении. Избирательным компаниям, в которых участвовал, потерял счет. Помимо иного побывал советником председателя Общероссийской общественной организации, Деловая Россия, и председателем ревизионной комиссии он и же. В 2012-2016 годах работал в администрации, президента-помощником Палпреда, в Уральском федеральном округе. Действительный государственный советник Российской Федерации три класса. В 2016-2017 годах в Севастополь, руководитель Департамента общественных коммуникаций правительства города федерального значения. После этого с госслужбой завязал и, поработав советником председателя Союза журналистов России, прибился к команде Царьграда, тут консерватору и контр... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. 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 А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин